Дорога у добра. Акция помощи в рамках Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Земля талантов» проходит в эти дни на территории Омской области. Десятки семей получают помощь от коммунистов. Наш репортаж. Дорога у добра в Называевском районе. Называевск – второй и не последний город, где замечены люди в красном. Представители КПРФ посещают тех, кому жизненно необходима помощь. Я вам спасибо говорю, что вы помогаете. И нам не хватает, ну, нам хватает, конечно, но внимание у вас с Амгана, что вы имели. Называевский район в этом году подвергся огненной стихии. Сгорело около сотни домов, сразу несколько улиц. Десятки семей остались без крова. Много здесь малоимущих, малообеспеченных семей, а также семей с детьми-инвалидами. Как раз для таких и предназначена Всероссийская акция «Дорога в добра». Спасибо, что помогаете, что вот таким людям. Хоть это на месяц, хоть хватит ему. Анастасия Селявская вся в трудах. Девушка в своей квартире делает ремонт. Дети у бабушки. Наша встреча стала неожиданной, но от этого не менее приятной. Ой, ну мы непривидливые. То есть, как бы и конфетки, ну, всякие. Все дети, конечно, любят сладости. Макароны любят кушать. Ой, да, это у нас у Ольги самая слабость. Макароны. Еще как мама приготовит, так с мяском, так вообще не оторвать. А здесь нас встречают у ворот. Баба Лариса и внук Никита живут душа в душу. Предлагают нам маленьких котят и вкусный обед. Никита на домашнем обучении, но со всеми трудностями справляется на отлично, в том числе и на кухне. Самое необходимое, ну, сахар, это точно, чай. И рис. Он любит плов. Вот это самое необходимое для него. Остальное для меня. А еще мука. Это я стряпаю часто. Блинчики там, что он тоже любит. Ну, вы видите, он любит блинчики. Любишь блинчики? Блинчики любишь? Угу. В семье Светланы Степановой семеро детей. Старшие уже разъехались. Один сын на лечении после ранения, полученного в ходе СВО на Украине. Все внимание теперь к младшей дочери. У нее ДЦП. Женщина признается, что помощь как нельзя, кстати. Конечно, мука, сахар, это как обычно. Стряпаем все, готовим. Она вот не все кушает. Ну, то, что необходимо, как раз для нее хорошо. Вот тот же рис. Ну, как все, что делать. Спасибо. Сын Ларисы Ляховой не очень любит незнакомцев. Мальчик, несмотря на диагноз, старается показать нам навыки вождения игрушечного автомобиля. Он больше всего Аленку любит. Шоколад Аленку? Да. Вот только Аленка молочная и все. Да. Так все ест. В основном больше йогурт и творожки на ночь, что бананы. Вот это вот. И все. Так всеядный. Все кушает. Все, что мама сделает. А в этой многодетной семье особо обрадовались зубным щеткам и стиральному порошку. Очень много времени дети проводят на улице, поэтому стирка является ежедневным ритуалом. Товары дорожают, дети растут, поэтому ощутимая помощь. Ну, у вас три мальчика. Много требуется у вас продуктов, медикаментов, бытовой... Старшие, вот в основном у нас растущие организмы, они частенько садятся перекусить, там, если вот на улице не гуляют, а дома находятся, то да. Земля талантов – это уникальный проект, настоящая территория добра. Оргкомитет конкурса создал в рамках проекта отдельную, бессрочную акцию «Дорогой добра». И вот уже второй год гуманитарную помощь по всей стране получают многодетные, малообеспеченные семьи, семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и семьи, воспитывающие детей с ограниченными физическими возможностями. Участники акции могут стать и участниками всероссийского конкурса «Земля талантов», который на всех своих этапах проводится абсолютно бесплатно. Как раз в эти дни его финал проходит в Подмосковье. Омскую область представляет сразу 10 человек. Ну а акция «Дорогой добра» в Омском регионе теперь пройдет в старинном северном городе Тара. Константин Ткачев, Александр Филиппов, Обком ТВ.